Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе», а мы в Сапожковском районе. Интересно, что бы сказал хозяин этой некогда богатой и шикарной усадьбы граф Астерман о нашем сегодняшнем герое, человеке, который решил все это былое величие восстановить и воссоздать. Знакомьтесь, Сергей Золотарев. На свете хватает людей, которые смело берутся за все подряд, но надо признать, лишь единицы в этом преуспели. Один из таких, я бы сказала, удачливых авантюристов, в хорошем смысле слова, наш земляк Сергей Золотарев. И противник по ним, деньгами помогать кому-то. Помогать всегда надо делом. И делает, если не хватает знаний самому, нанимает рабочих, если услуги не по карману. Идет на показательный мастер-класс и лично берется за дело. Взять хотя бы милочь, лестницу в его доме, которую пришлось возводить самому. Еще вот вам говорю, что я никогда не делал цели выгода, ничего не строил, никогда не просчитывал шаги свои. Делаю и все. И не знаю, что будет дальше. На этой территории когда-то находилось родовое имение Астерманов. Оно было подарено Петром Первым своему сподвижнику Андрею Ивановичу Астерману, немцу по происхождению в знак особого расположения. Ни одной фотографии вы не найдете. Она все, она уничтожена. Остались там вот эти стены, я не знаю, то ли прямая усадьба, то ли на поезде и восстановление. Ее жгли два раза. Сергей Золотарев, конечно, машину времени не изобретал, но именно благодаря ему через несколько лет эта усадьба возродится снова. Уже сегодня сотрудники местной школы и музея водят сюда толпы детей на экскурсии. А уж как Бог направит, когда-то так вот и будет. Будет там музей-усадьба, будет музей-усадьба, будет гостевой дом или там клуб какой-нибудь русской усадьбы, который сейчас рекламируется, здесь сейчас продвигается в основной русской усадьбе. Ради Бога, все пойдет на благо восстановления нашего российского народного хозяйства. В родстве с Астерманами состояли многие известные российские фамилии – Голицын, Толстые, Тютчевы. Почти все ныне здравствующие потомки Астермана Толстого, а это четвертое, пятое, шестое поколения, слышали, что в их роду был русский генерал, граф, о котором писал Лев Толстой. И лишь немногие знают, кем был их знаменитый предок и что он сделал для России. В этом мало чего написано и здесь что-то сохранено. Старожилы практически поумирали все, кто что-то помнил. Безобразное отношение к памятникам истории и архитектуры в советский период значительно затруднило работу по восстановлению усадьбы. Но Сергея Ивановича трудностями не напугать. Это лучше людей спрашивать, я не вижу. Когда я одел, я не вижу, не замечаю. А пожалуйста, в местной школе, где, собственно, он и учился, точно врать не будут. Выпускник Сергей Золотарев закончил школу в 81-м. Хлопот нам особо не доставлял. Учился, тоже не доставляя нам хлопот. Ну, вот списка медалистов, его нету. Он появится позже в другом важном для школы списке. Во второй половине 90-х материально-техническое состояние учебного заведения было тяжелым. И двое выпускников, один из которых, разумеется, наш герой, с удовольствием помогли. Привезли первый настоящий компьютер, музыкальный центр, новые спортивные принадлежности. А это фотографии выездного лагеря труда и отдыха, который был организован еще в 70-е, но спустя несколько лет был закрыт. Так вот, его вторая реинкарнация, которая состоялась ровно через 30 лет, стала возможной, опять же, благодаря Сергею Ивановичу. Детские голоса зазвенели снова в том самом селе Красном, на территории имения. Вот под деревьями были палатки стояли, теперь уже там все, там уже кусты все выпилены, вычищены. Тут же навал были такие. Тот, кто путешествует по заброшенным усадьбам Рязанской области, хорошо представляет, что это такое. Даже сохранившиеся остатки лепнины и строений порой не разглядеть за буреломом и крапивой в человеческий рост. И так уж у народа повелось, если что-то сыпется, значит, нужно доломать, растащить и забыть. В таком состоянии было, что надо было сносить и заново выкладывать то же самое, осталось только заново сложили. А это уже новостовое, вот это была поликлиника, фельдшерский пункт, точнее, вот это деревянный был фельдшерский пункт. А там, в том доме жил главврач, здесь же больницу, здесь отдали под больницу. Здесь была территория больницы большой, развалины, которые остались, вы остались в 90-х годах, превратились из коровников, овчарников в руины. Из этих руин мы стараемся восстановить по чуть-чуть, потихоньку, снова, чтобы завести там стада. Для этого пастбище есть, выгул. Вообще важно знать всю историю своей малой родины, а история Астерманов – это одна из ярких страниц, и ни в нее никак к этой нельзя. Род российских Астерманов прозуществовал 280 лет. По замечанию историка Виноградова, граф Андрей Астерман принадлежал к тем иностранцам, для которых Россия стала не второй родиной, а единственной. Он удивительным образом сочетал в себе достоинства и пороки века просвещения. Возможно, на этом самом месте находился графский дом. Он относился к комплексу усадьбы, он однозначно был в усадебном комплексе, а хозяйский был, по-моему, деревянный дом, вот здесь вот на этом месте стоять должен был. Вот тут вот. И он сгорел в 60-е годы. Его сожгли. Помнишь, Вера Валерьевна говорила, что тут четыре лиственницы, он окружен. Ну да, но это тоже. И, скорее всего, этот дом был главный, потому что строили как оберег четыре лиственницы. Поэтому верить никому до конца невозможно. То есть это тоже версия? Может быть, сгорел дом приказчика, кто его знает. Да, может быть, наоборот. Даже за новыми стенами не спрятать дух той эпохи. Гордость хозяев – старинные камины, с помощью которых обогревалось сразу несколько комнат. Строили не по-другому, просто из того, до чего дошла технология, да из того и строили. То есть вон там месили ямы, в них засыпали глину, кирпич делали на месте, обжигали. То есть его не возили ниоткуда, делали и строили сразу. То есть брали, месили, отстаивалось известь год. На следующий год смешивали кирпич, обжигали в печах все и строили. Но для того и нужны трудности, чтобы их преодолевать, легко только со стороны. И что там соседи свои-то с трудом понимают, зачем он привозит тонны цемента и закупает дорогостоящую технику. Один проект ландшафта стоит бешеных денег. Начиная от сестры, потом замолкают, когда видят уже результат лет через 5-7. Долгий результат, конечно. Как они строили баню на скважине в лесу, деревянный дом, как бывает в гостинице. Да мы никогда не умрем и не попаримся, потом париться и замолчали. Она, правда, тоже пока не достроена, но парная готова. Место оказалось слишком красивым для банальной постройки. Ну, хотели сделать баньку, вот тут стояло строение одноэтажное. Ну, давай, а потом что-то душа так лежала, вместо баньки получился дом. Большой дом мы не осилим сразу, это, может, поколение с поколением будет осиливать, а этот мы осилим. Этот запустим через год, я думаю, полтора запущу его. Сам Сергей Золотарев человек непростой, я бы сказала, с характером. Собственно, отчасти из-за бунтарского духа и привычки говорить без обиняков, он и сложил в коробочку лейтенантские погоны и забыл о карьере военного. Однажды после очередного политсобрания услышал, Золотареву больше слова не давать, как бы чего лишнего не сказал. И самое интересное, с кем я больше всего конфликтовал, ругался, через какое-то время становятся самые лучшие товарищи, друзья, близкие. Он видел и периоды застоя, и целые комнаты, набитые купюрами в лихие 90-е, и людей, которые не выдерживали эту пробу властью и богатством. Но, несмотря на брутальность и решимость, всегда следовал зову сердца. Николай Угодник помогал, с улыбкой говорит он сам. И даже сегодня я ехал, спешил, мне надо к нотариусу было, думаю, идти к нотариусу, а потом в храм, или в храм потом к нотариусу. Побежал в храм, прихожу, как раз успел. Именно было вот целование креста уже и святой водой, омовение там, батюшку было. И успел, видите, так что он ведет и до сих пор меня не бросает. Сергей решил не останавливаться на мужской программе минимум, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. До сих пор и строит, и восстанавливает, и растит новое поколение. И этот карапуз – самый маленький член большой семьи, Дмитрий Донской. Для своих просто Митя. А почему Дмитрий Донской? А вот отца брат был родной, мой дядя Дмитрий, Митя, дядя Митя. А Ирина из города Донского. Какой-то сконус? С истоку Дона. И согласитесь, не гоже изучая чужую родословную, забывать о своей. Корни рода Золотаревых тоже уходят далеко в прошлое. Но об этом, а также о том, какое отношение наш герой имеет к видеостудии, изданию книг, карнавалам и Олимпиаде в Финляндии, уже в следующей программе. Мы расскажем и покажем, где находится усыпальница Астерманов и какие еще тайны скрывает их родовое имение. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»